привет эта игра под названием жизнь странная штука перед штормом и наверное мы продолжаем валяться на кровати или и кроет да и она сейчас опять своего батю увидит ну разумеется всегда так пап кажется мы заглохли и может стоит мне за руль сесть ты всегда все не так делаешь до разочек только было когда ты уже забудешь помнишь как мы раньше вместе или машины это одни из самых приятных моих воспоминаний или моих не думаю что ты можешь что-то помнить будучи в могиле туши то есть она догоняет то что он мертвый это осознанный сон ладно то я взяла почему к тебе не пойти не посмотреть в чем дело уверен неплохо ох что там чем дело нашла что-то вот оно дело в свече зажигания нет это не из-за свечи зажигания ею только что поменял разве в импровизации не положено отвечать да и да и что пап хватит все это настоящие а ты не настоящий семья рейчел не настоящие все это просто актерство ну помнишь что однажды сказал уильям шекспир здесь мир театр поэтому все мы должны играть свои грёбаные роли яблочко но не хочу быть актрисы я просто хочу быть собой долго это еще продолжаться будет да хорош что аж может существует причина по которой мы притворяемся может ложь который мы друг друга кормим не такая уж ужасная как скрываемая нами правда ну гон как-то мрачновато пап а ты думала от кого это все у тебя а вот и мой выход пап расслабься милая все это притворство верно верно просто капли астанической магии мощные софиты звуковые эффекты вы взгляни мне взгляни мне дорогая все будет хорошо пока это даже не аплодирует ху стоп что за фигня кто-то рыскал по моей комнате на вам не похоже она бы не оставила с собой такой бардак это этот дебилой отыскал наверное что ты в стоп дэвид этот сраный придурок на пик с ним нет у меня временное дерьмо нужно помочь рейчел ладно я видела как сэр выходит из фургона фрэнка возможно он знает как ее найти а еще ему нравлюсь он должен не за вчерашние я справлюсь ну же чувак возьми трубку прайс у меня твоя доля забирать собираешься и прэнк я тут подумал вместо денег попросить об одолжении что скажешь у тебя всегда находится новая дерьмишка да чем проблема нужно найти ту женщину которая вчера была в твоем фургоне прэнк зачем это важно и ты сможешь помочь для меня это будет много значить это любимый покупатель помнишь встретимся на свалке через два часа огонь спасибо мужик ты настоящий ну прошло неплохо кажется по что же я обвязываюсь рейчел спасибо что поддержала меня вчера мне намного лучше угадай что я классно целуюсь да это тоже но еще мы через два часа встречаемся с фрэнком на свалке думаю он поможет нам связаться с сэрой офигеть могусь я еще дома схожу в душ и захвачу инструменты для пикапа ну так что увидимся на свалке а я приду ты невероятно хлоя прайс нужно убить два часа принять душ было бы просто офигительно интересно то ли это вселенная где папа жив а у рэйчел трое счастливых родителей это должно быть ничего интересного переодеться тут уже нельзя папина куртка точно заберу с собой если мы с рэйчел когда-нибудь все же уедем мама что музыку слушает вряд ли она значит и таки была права рэйчел эмбер гребанная уродка вода она такая видимо ты теперь считаешь себя ее помощником углом схватить меня этой школы вчера всем было на меня насрать всех заботила только рэйчел 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 когда ты кого-то опаиваешь и тебе это выходит боком вот незадача то что может быть хуже хлоя не пойти бы тебе по заднице это что полотенце дэвида на мою-то блин где ладно мы полотенце наверняка где-то здесь нужно просто спокойненько его поискать может в коробке попалась поверить не могу что мы с макс так перлись по этой фигне когда были детьми погодите минутку краска для волос капитана синебрада и макс собиралась сделать мне пиратом на руки у нас так и не дошли и теперь она покрасить себе волосы готова к лучшему душу в своей жизни горячая вода не подведи также меня бесит видите здесь только дэвидовского дерьмишка мерзость что это помадка мужицкая хватка ладно давай а если сейчас сюда кто-нибудь зайдет она хоть дверь закрыла классно у нее полотенце она его лет десять не меняла да пятнадцать и сейчас она нарвется на дэвида она покрасила волосы мне нужна новая одежда почему бы тебе не напелить старые а у нее еще и татуха вроде как было когда она ее набьет чтобы надеть в этот долбанутейший денек дракон куча бонусных нарядов что это классическая хлоя может дракон пойдет ладно осталась последняя деталь надо забрать папины инструменты чтобы починить пикап папин ящик с инструментами должен быть внизу в гараже но наверняка там их уже нету или все закрыто или что-то еще я уже давно дома не было ее не запрут нигде ну была не была каковы шансы того что я сумею сбежать встречи с мамой или дэвидом я их переворачиваю он еще не видит ее пока рано я же сказал три минуты на каждой стороне но они же подгорят что так ты у нас теперь эксперт не могу на это смотреть уверяю тебе получится месиво знаешь что не обязан готовить мне завтрак мне и цветов хватит все время готовишь я хочу чтобы ты хоть дома немного отдохнула да вы дэвид мэтсон настоящий джентльмен а мама сейчас и правда выглядит счастливой можно мне уже пойти стой кто идет здрасте хлоя твои волосы когда ты это для пьесы слышал это вчера выступала нет то есть да выступала но это это совсем другое это все уже неважно ох как же я рада тебя видеть как вам мой прикинь хорошо что ты тут хлоя ты поступил разумно вернувшись домой я совсем ненадолго просто нужно кое-что забрать сегодня придешь домой вам я не знаю мне очень хотелось бы чтобы ты рассказала чем занята переживая об этом я могу сама себе позаботиться скажешь хотя бы где ночуешь не правда пора идти погоди пока ты не ушла доеду есть что тебе сказать всего минутку займет будет свои лекции читать получасовые не думаю что это хорошая идея ты уже пообещал хлоя мы с твоей мамой договорились что я начну тебе доверять о да ладно что же это значит это значит что с сегодняшнего дня я буду верить тебе на слово поэтому если ты скажешь что не курила и не пила я просто от тебя отстану хоть у нее вчера и нашлась травка дэвид суть в том что ты должна чувствовать себя здесь комфортно хлоя дэвид не станет в тебе сомневаться как и я он обыскал мою комнату ну ладно пусть будет прекрасный план лайк за попытку хлоя что я же серьезно хорошо сработано можно мы на этом закончим и погоди секунду не уходи хлоя донгол я спрятался тебе кое-что показать может может сейчас самое время это мой друг фил беккер мы два срока служили в одном батальоне он искал и на минутку беккера убили под конец нашей службы он подорвался у дороги на самодельной взрывчатке мы постоянно шутили как будем дебоширить когда вернемся домой он погиб он погиб а я нет я думаю об этом каждый черт в день суть в том что я познал горе и понимаю через что ты проходишь поэтому наверное я хочу сказать я рядом и сделаю все что в моих силах чтобы помочь тебе справиться с потеряться прошу умоляю тебя дай дэвиду шанс хорошо вот почему бы тебе пока не оставить это фото у себя и подумать о моих словах и подумать о том, что я уже сказал Дэвид выглядит таким юным, а этот Фил кажется они и были близки спасибо Дэвид ох, Хлоя как же я вами обоими горжусь мам, мне правда надо идти будь осторожна, Хлоя я люблю тебя солнышко люблю тебя солнышко ладно, ладно ладно какого черта у него своего дома не было? почему он к ним переехал? нужно просто взять папины инструменты и быстренько свалить офигеть, оно правда может помочь починить пикап он будет помогать даже что это сказано при этом Старая добрая свалка. Ну же, не самому что-то нужно делать? Или она починит? Ну же, не выкобенивайся. У него руки уже черные такие. Черт возьми. Лучше, но любви все еще не хватает. Я смогу укоротить этого зверя, просто нужно подобрать для каждой проблемы нужный инструмент. Дэвид. Он мне впервые написал. Хлоя, это Дэвид. Тебе мой номер мама дала именно так. Я заметил, что ты взяла инструмент своего отца. Работаешь над каким-то проектом, типа того, над каким именно. Прости, я сейчас немного занята. Что ж, я рад, что ты чем-то заинтересовалась так держать. Можно на руководство взглянуть? На то, чтобы мне нужно было руководство, но я очень рада, что оно есть. Крышка распределителя, контакты, очистить скопление сажи, смазать электроизолирующей жидкостью. Впускной коллектор. О боже. Мне это надо все самому делать. Один, два, три, четыре. Что там сначала писали? Контакты. Но она может просто проверить. Эта штука вся загажена. Думаю, стоит переключиться на что-то другое. Вот это посмотри. Он слабо расшатан. Как бы его затянуть? Так, ты лучше. Проверь вот это. Радио я включать не хочу. Он просто очень грязный. Продуть. Проблемы я точно вижу. Просто нужно подобрать для каждой правильный инструмент. Я не знаю, может отвертка? Плоскогубцы. Или продувать чем-то другим. Так себе тут все держится. Я смогу поправить четыре аккумулятора, если сумею за него нормально хватиться. Ну вот у меня как раз плоскогубцы. Это симулятор уже механика какой-то. Вот так, сидит как смертоносная электрическая перчатка. Там может отвертка уже нужна. Крышка-распределитель выглядит нерзенько. Нужно что-нибудь маленькое, чтобы соскрести с крышки. Фигню. Весьми отвертку. Или там тоже плоскогубцы нужны. Должно помочь всякой фигне распределяться. Система оповещения. Предупреждение по поводу качества воздуха. Прикрепи обратно. Кажется, кто-то пытался починить еще до моего рождения. Вообще, теперь мне уже кажется, что древняя изолента справляется лучше, чем я. Так что, пусть остается. Что с этим делать? А может... А чё она в первый раз так не делала? Класс. Сейчас зажигание. Кабс, да. Она вся в отложениях сажи. Ну конечно. Конечно. Опять рыться в других тачках? Пожалуйста... Я нужна тебе. Пожалуйста... Я нужна тебе. Умер. М ain't. Возьмем. Заработало. Да. Главное, не разбей её. Какая-то она слишком резвая. Тут даже зеркало есть. Эй, королева свалки, где ты там прячешься? Приветик. Офигеть твои волосы, это так... Круто. Я собиралась сказать горячо, но да, круто тоже. Ещё добавлю, что футболка тоже потрясно выглядит. Тебе нравится всё, способное разжечь огонь. Эй, не уверена, что ты видела, но кто-то перегнал твой пикап. Да ты гонишь. Сходим, заценим. Привет, Прайс. Классная тачка. Ты рано, Фрэнк, чего так? У него сегодня странная... Наш Фрэнк становится мужчиной, да, здоровяк? А он что здесь делает? Эй, я думал, у нас всё с тобой круто после той ситуации с Дрю Нортом. Ты разве не хочешь, чтобы у нас всё было круто? У нас всё круто. Если не станешь мешаться, у нас всё будет в порядке. Я предупреждал, она такая... Можно сказать, что весьма заходит этот образ суровой девчонки. Не, Фрэнк был прав о тебе. Как насчёт начать работать на нас на постоянке? Не смей её трогать. Чё-то он нервный, этот Фрэнк. И почему девки считают, что им меня бить можно, а если я ей хоть пальцем трону все сразу... Встают с ног на голову. Фрэнк говорит, что ты спрашивала о его покупательнице. Это так? Ага. Только вот не понимаю, какое тебе дело. Не понимаешь? Может, я тебе разъясню? Понимаете, вы и две Нэнси Дрю решили, что позвонить своему наркоторговцу и полезть в его работу. Хорошая идея. Я в пафосной академии не учился, но разумно мне это не кажется. Возможно, вас обманул жизнерадостный характер этого мужчины, но у него есть и совсем другая страна, которая вам вряд ли понравится. Покажем им? Мы же просто разговариваем. Ладно, тогда давайте поговорим. Я хочу прямо сейчас узнать, зачем вам сдалась эта женщина. Почему тебя это так заботит? Потому что пошла в жопу. Тут я вопросы задаю. Послушайте, это все не важно. Нам просто нужно, чтобы вы перестали задавать вопросы. Поняли? Поняли? Нет. Скажи мне, где она сейчас же? Рэйчел. Или они ее убили? Погодите-ка. Да ладно. В чем Рэйчел, то есть Рэйчел Эмбер, теперь все начинает проясняться? Это дочурка Джеймса Эмбера. Дэймон. Твой папенька, знаешь ли, тут еще кусок дерьма. Кому какая разница? Мы к ним никакого отношения не имеем. Ага, точно. Вот что будет дальше. Он достанет пушку, да? Ну или нож. Хорош мужик, они же просто дети. Нет, не просто. Это дочурка прокурора. И сейчас она расскажет мне о том, что я задумал ее по пуле и как он связан с этой дурой, о которой все спрашивают. Дэймон, успокойся, мы все еще разговариваем, все в порядке, не надо сходить с ума. А тут ты че отлетел? Он... Сх dum... Пырнул ее. Рэйчел! Дэймон. Какого фига?! Клэя, уходите! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...